В Ужгороде задержали троих подозреваемых в поджоге офиса общества культуры венгров Закарпатья. Нападение произошло в прошлый вторник второй раз за месяц. До этого здание пытались поджечь в начале февраля. Этих людей тоже задержали, они граждане Польши, члены радикальной группировки Фаланга. Больше знает Марина Коваль. На этих фото задержаны подозреваемые в поджоге венгерского офиса в Ужгороде. По данным полиции, поджигатели граждане Украины, жители Черкас и Кропивницкого. 27 февраля ночью на подоконнике офиса общества культуры венгров Закарпатья злоумышленники оставили взрывчатку. Она сдетонировала. Начался пожар, который почти полностью уничтожил кабинеты на первом этаже. Затримано трех осіб, причетных до нападу на офис угорского товариства, которое было место 27 лютого в Ужгороде. Операцию с затриманием провели сотрудники полиции Закарпатской области, спецподрозділу КОРТ, рота особенного призначения полиции и работников СБУ в Закарпатской области. Подробности о задержанных рассказал Геннадий Маскаль. По его информации, двое исполнителей служили в зоне АТО. Поджог венгерского офиса совершили не из-за личных убеждений, а из-за денег. Заказчиками и координатором преступления оказался житель Приднестровья. Его задержать не удалось. Обгоревшие здания затянули пленкой. Сотрудники общества культуры венгров в офисе пока не работают. Куда именно переехали ради безопасности не уточняют. Представители венгерской общины надеются, что подозреваемым не удастся избежать наказания. Уже вечером в суд доставили подозреваемых для избрания меры пресечения. Одному из них на вид лет 50. Общаться с журналистами не хочет, лицо прячет. Прокуратура будет настаивать на содержание под стражей в эти минуты. Судебное заседание продолжается. Марина Коваль, Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер. Ужгород.